Узровень воды у реки Гомельской в области протягивает расти. МНС запеунивает, ситуация находится под контролем. У вынеку изникнения реальной погрозы насильства будут приняты усе необходные меры. Как подрихтовались до Великой воды у Петриковском районе, ведает Олег Сентюров. Правда, навод и при большей значном разливе особливой небезпеки для насильства птичь представлять не будет. На ее берегах практически нема насильных пунктов. Зато и при добром надворе разъявлено раце с оправдой прихожей ведовища, деля якого варто приехать сюда еще раз. За речи, до поводки у местового насильства ставлю не особливое. Коли же вещь на березе буйной раке не одной десяти годе, я ее починаюш вспомнить по-философски. Вода, кажуть, як гость, и она пришла и поишла, а мы тут назавсюду. Весело даже, когда вода это, птички поют, и люди с собой друг к другу на лодочке ездят. Это очень приятно посмотреть со стороны и запоминается надолго. Ситуация на территориях, яке могут быть подтоплены, находится под постоянным контролем районного отдела по незвучайных ситуациях. Зараз узровень воды у Припяти, каля Петрикова, складая 770 сантиметров, это на 10 сантиметров больше небеспечного узровня, а не значно меньше максимально зарегистрованных значений. Пять годов тому узровень досягнул от знаки 878 сантиметров. Тады у районе потерпели больше 250 подворков, и каля 80 жилых домов. Меж тем, прохерологичные меры приймаются и зараз. На минулом тыне отбалось и посаджение районного штаба по незвучайных ситуациях, на яким вызначили место для эвакуации населенства, якое пожидая покинуть подтопленные территории. Объекты отдела образования у нас в Петрикове имеется, школа-интернат для детей с нарушениями слуха. Туда часть эвакуированного населения размещается. Две гостиницы в агрогородке Лясковичи и в городе Петрикове также под эвакуированным населением. А также у нас объекты учреждений здравоохранения. Сгодно с прогнозами, в зоне подтопления в Петриковском районе сегодня могут опынуться каля 3000 человек, которые проживают в 17 населенных пунктах. Основная задача местного госпожевецкого товариства – забеспечение этих вёсок в всем необходном. Сегодня на складах створены запасы муки, цукру, макаронных вырубов, мясных и молочных консервов, мыла, а так само будавнижих материалов. У вынику необходности надо помогу подостаться товаров в подтопленной вёске. Придут предприемства и местовые жахары, которые имеют лодки с руховиками. В зиме уже заключены отновидные договоры. Период паводка – это, как я уже сказала, что это сапоги резиновые, далее крупы, макароны, вот идёт, что стройматериалы уже сразу после паводка берут люди, потому что нужно подстраивать все свои жилища. Особливая увага – экологии. Навет невеликие реки подчас паводки могут затопить значные территории. Когда, например, там окажутся удобрения и химикаты, это может выкрикать экологичную катастрофу. У совещающих, керевникам всех всех господарских предприемств, которые имеют объекты у водоохранной зоны, накерували специальные рекомендации с просьбой вернуть увагу на стан очистных сбудований у территории живёло-годовчих комплексов и складов. У вогля надзвычайных зарений, когда подчас паводки у воду трапляли небезпечные речи, в районе не было уже некольких десяти годов, а для проконтролировать всё равно не перешкодит. Доводились требования исключить возможное складирование и вывоз органических удобрений, а также унесение минеральных удобрений на поля, где возможны подтопления во время весеннего паводка. В целом, совместно со специалистами, руководителями хозяйств, были обследованы все указанные объекты по выявленным нарушениям выданной рекомендации, которые в настоящее время устранены. Олег Синчаров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район.